Всем привет! С вами канал Австралия Лайф. Сейчас я нахожусь в аэропорте города Сидней и регистрируюсь на рейс до Абу-Даби, откуда я потом буду лететь в Париж. В этом видео я хотел бы вам показать, как же делается транзит в больших аэропортах мира. Возможно, кому-то это видео поможет. Итак, как вы видите, мы уже прилетели в город Абу-Даби. На улице два ночи, тепло. На видео можно увидеть, что с нами приехало пять автобусов. Эти автобусы называются шаттлы. Они же делают сам же трансфер от самолета к одному из терминалов аэропорта. Иногда бывают случаи, что самолет может припарковаться прямо возле терминала. И через туннель вы можете попасть прямо в терминал. Но в моем случае мы едем сейчас автобусом. По пути к самому аэропорту я бы хотел вам показать, как же работает аэропорт изнутри. На видео вы видите, как много техники здесь работает, которые обеспечивают работу самих самолетов. Много людей, которые перекидывают ваш багаж с самолета на самолет, с рейса на рейс. Так что это реально очень трудный процесс, который нужно хорошо организовать. Итак, мы заходим в сам аэропорт. Работник показывает, куда нам нужно двигаться. Так, что же нам делать дальше? Напоминаю, мы делаем пересадку или транзит и летим на Париж. Сначала нам нужно найти доску, где будут указаны все рейсы или транзит в зону. Подходим к первой табличке и мы видим «Flight Transfer Desk». Это то, что нам подходит. Мы пойдем к доске и увидим, куда же нам нужно двигаться к нашему самолету следующему. Поднимаемся мы по эскалатору вверх, а там уже увидим, что мы делаем дальше. Вот мы видим указатель «Flight Transfer». Идем дальше по стрелочке. Что же я хотел вам сказать еще? Есть такие случаи, когда нужно поменять терминал. Так как есть аэропорты, которые имеют 4-5 терминалов. Тогда нам снова нужно брать или автобус, шаттл, или в некоторых аэропортах есть даже метро. Можно поехать 3-4 остановки. Иногда пешком это занимает 30-40 минут. Так что это все зависит от аэропорта. Сейчас мы подойдем к доске и я попробую увидеть, с какого гейта я улетаю. Гейт это так называемый выход. Вот, сейчас я не знаю на видео ли видно, но на Париж это 61-й гейт. Ну что, двигаемся дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, сейчас мы заходим в security зону. Здесь снимать запрещено, но может сначала я что-то успею еще снять. Вот, здесь нас будут проверять на металлоискатели. Ну, обычная процедура, как в любом аэропорте. Вот, может кто-то в самолете спер вилку или нож. Так что здесь у вас это заберут все же. Так что идем проверяться. Я прошел уже security зону и сейчас просто двигаюсь прямо. Так как вы только что могли увидеть, гейты 5081 находятся прямо. Вот, я же напоминаю, у меня гейт номер 61. Для тех, кто никогда не летал с пересадкой, советую брать пересадку примерно на 2-3 часа. Это будет нормально, чтобы вы все спокойно сориентировались в аэропорте. Потому что иногда нужно пешком идти 20-30 минут. Вот такую детскую зону я встретил по пути. Так что если у вас есть время, вы можете оставить здесь своего ребенка. Он будет здесь прыгать, играться. Ну вот, наконец-то мы дошли к нашему гейту. Вот, видео будет конечно короткое, но все же я двигался только по прямой примерно возле 15 минут. Вот, плюс security зона, плюс найти где твой гейт, это где-то заняло у меня 30-35 минут. Все же, если вы никогда не делали пересадки, вам реально нужно брать пересадку на 2-3 часа, чтобы понять что и к чему. Вот, плюс иногда у некоторых есть пересадка с помощью шаттлов или метро. Это нужно сменить терминал, это все же занимает время. Сейчас я еще попробую найти видео, где я пользовался шаттлом в других аэропортах и делал пересадку с помощью шаттла. Вот здесь я менял терминал с помощью шаттла. Начинал свой путь с терминала 2A, заканчивал 2E на gate K. Так что это заняло у меня 25 минут, 30 даже. Так что будьте внимательны, учитывайте время, не опаздывайте. Всем пока!